Добрый день, уважаемые телезрители! Добрый день, уважаемые телезрители! А если эти же товары будут вывозиться за пределы Казахстана, мы уже будем контролировать, принимать меры. Потому что есть ставки ВТО в рамках Всемирной торговой организации и ставки Таможенного союза. Если по ВТО мы по пониженным ставкам, а если в рамках Таможенного союза другие ставки будут применять более высокие ставки таможенных пошлин. В этом плане для наших предпринимателей это будет выгодно, потому что по нижней ставке намного уже оформление, так называемая растаможка будет ободействовать дешевле. Мы сами, понятное дело, не можем, да, казахстанская сторона не может поднять эти ставки таможенные, они регулируются Всемирной торговой организацией и в пределах? Да, да, в рамках вступления ВТО мы сразу приняли обязательство, но только по этим товарам, по видным спискам. Мы его же изменять, менять ничего не будем, не имеем даже права. Список вы можете сейчас, ну хотя бы приблизительно назвать? Ну, в основном, как его, товары народного потребления, ну, в основном товары народного потребления. Что завозится сейчас в нашу область более активно? Так называемый товар народного потребления, ну, мы же, как Октябрьская область, производственная область, поэтому для производства многие, там, для бурового оборудования, многие эти теплицы сейчас в рамках инвестиционных контрактов, в рамках правительственных контрактов, теплицы, а также вот рельсобалочный завод мы построили. Это какие-то детали или прям конкретно оборудование? Ну, в основном детали, так скажем. Вот когда вот рельсобалочный завод строили, завод целый, вот мы растамаживали, целый завод. Список запрещенных товаров для ввоза есть? Ну, список есть. Мы сейчас, ну, органы госторожных доходов проводят контроль, так называемые экспортные контроли даже, товары двойного назначения, военного назначения, вот эти товары входит в данный список. Также, мы же все знаем, психотропные вещества, наркотические вещества, такие товары запрещены в ввозу из Казахстана. Отходы, опасные отходы всякие. И также контролируются лекарственные средства, на особом контроле находятся. Вот такие товары. Что значит товар двойного назначения? Ну, так, по своему характеру, этот товар может применяться и в военных действиях, и в таких для мирного использования. Поэтому контролируется данный товар, данный список товаров. Что можете сказать об автомобилях, потому что эта тема до сих пор, наверное, волнует многих наших граждан. Можно ввозить, нельзя, на каких условиях? Ну, конечно, можно. Все лица на равных правах имеют право завозить машины, автомобили в том числе. Ну, так называемые, имеется техрегламент по экологическому стандарту Республики Казахстана. Если данные автомашины требуются по своему году выпуска или же по другим характеристикам, то можно будет завозить такие машины, автомобили. В основном, технические регламенты действуют в нашем Казахстане. А таможенные ставки здесь? Таможенные ставки там... Такими документами сейчас это все регулируется? Ну, это тоже... Мы можем завозить только из России, да? Ну, вот ближайшие, допустим. Ну, из России можно. Поток основной идет, да? Основной, да, был поток. Был, по крайней мере. Да, из России, да, было. Но тоже идут с Японии, Японии, с Америки, со стран Прибалтики, вот Латвии, Литва, оттуда тоже много транспортных ставок у нас растамаживается. Здесь в рамках ВТО регулируется растаможка или в рамках Евразийского союза? И в рамках Евразийского союза, и в рамках ВТО тоже регулируется данное. Вот эти два документа, они не мешают? Нет, никак не мешают. Это все наши законодатели предусмотрели, все рассмотрели, правовую оценку дали, так что это нормально. Какие-то нарушения за текущий год были по таможенному оформлению? Ну, при таможенном оформлении, конечно, мы работаем сейчас, у нас службы экономические расследования есть, они вот после выпуска, до выпуска, так называемые. Ну, есть, имеется, там сейчас цифры данные, какие цифры были, я не знаю, но хорошие показатели у нас по Ак-Тюбинску. В целом, по республике Ак-Тюбинск хороший показатель показывает в этом плане. И даже по доходам, и даже по выявлению нарушений, хорошие результаты у нас. Нарушения чаще в какой сфере бывают? Ну, нарушения в основном в новой сфере, так скажем, потому что это предприниматели, вот есть так называемые лжепредприятия, лжепредприниматели, что в таком плане там бывает. Ну, притекаем, работаем, профилактика, все ведется, разъяснительная работа, консультивная работа. Все, я с вас, спасибо большое, приходите в нашу студию еще раз, если будут какие-то изменения, всегда вам рады. А я напомню телезрителям в гостях. У нас сегодня был Шантаз Бримжанов, руководитель управления таможенного оформления Департамента госдоходов по Ак-Тюбинской области. Всего вам доброго, до свидания.